Рекордные потери РФ в Украине. 28 ноября украинские военные ликвидировали 2030 оккупантов. За последнее время это рекорд по количеству убитых россиян. А с 24 февраля 2022 года это уже почти 740 тысяч человек. Чрезвычайно важно, что наши силы обороны ликвидируют живую силу соперника. Для России человеческая жизнь никогда ничего не стоила и стоить не будет. Поэтому нужно просто продолжать делать то, что мы делаем. Неспокойно этой ночью было в Ростовской области. В атаке были задействованы 30 беспилотников. В результате пожар вспыхнул на нефтебазе под Каменским-Шахтинским. В Каменском районе дежурно-спасательные подразделения тушат крупный пожар на промобъекте. Всего задействовано 109 человек, 38 единиц техники. Как уточняет Телеграм, канал речь идет о нефтебазе «Атлас», которую украинские беспилотники уже атаковали в конце августа этого года. По данным канала, огонь охватил два резервуара в разных местах. «Атлас» является частью российского военного промышленного комплекса, обеспечивающего поставки нефтепродуктов для армии РФ, в том числе на оккупированных украинских территориях. Когда бавовно реализуется на объектах нефтепереработки, нефтесбережения, нефтебаз, конечно же, так или иначе, это отображается на цене нефтепродуктов на заправках для обычного, как их Путин называет, рядового россиянина. Будут ли они за это хвалить Путина, поддерживать и проявлять лояльность? Я думаю, ответ абсолютно очевидный – нет. Но и это не все плюшки для россиян. Украинские разведчики подразделения «Крыло» обнаружили и нанесли удар по радиолокационной станции российских оккупантов «Зоопарк». Стоимость российского комплекса составляет около миллиарда гривен. Но и это не все. Также под удар попал и надгробие. Этот радар является ключевым компонентом российских зенитных ракетных систем. Это, опять же, один из первых приоритетов. Почему? Потому что именно радиолокационные станции, они дают сигналы системам ПВО. Это очень серьезное достижение, которое добавляет, скажем так, вариативности нашим силам обороны для работы по стратегическим объектам врага. И тут, наверное, Путин не выдержал. А все потому, что опять начал угрожать своими орешниками. В случае массированного, крупового применения данных ракет, то есть сразу нескольких орехов, грозди в одном ударе, его мощь, мощь этого удара будет сопоставима с применением ядерного оружия. Ну и остальные подобные сказки о попытках снова использовать орешник в ответ на удары. Путин использованием такой бежконтинентальной ракеты обрубил сук, на котором он еще продолжал немножечко сидеть, ну или хотя бы за которой держаться. Теперь Соединенные Штаты, теперь Европа будут максимально решительными и выселение как своей обороной, так и уделение соответствующих средств на поддержку Украины. Ну а пока Путин продолжает и дальше глагольствовать про свой мощный орешник, Украина даже без помощи западного оружия успешно уничтожает важную для Кремля инфраструктуру и технику, задействовав только парочку БПЛА.